здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица дорогие мои друзья в этом видео мы с вами поговорим про грядки в природном земледелии татьяна болотова вконтакте задает мне такой вопрос чтоб я подробно рассказала чем обрабатываю как делаю чем отличается приглашаю вас в мой сад и давайте разговаривать про грядки дорогие мои друзья у меня очень разношерстная такая публика это если говорить про грядки вот такие они у меня есть высокие и низкие и темные белые почему все это происходит давайте с вами разбираться друзья мы я перешла на природное земледелие я отказалась полностью от перекопки и мульчирую всегда почву почему я это делаю пожалуйста посмотрите мое видео коротко о природном земледелии для того чтобы я еще раз не отвлекалась а и не рассказывала еще раз что такое природное земледелие почему я им занимаюсь и так мои дорогие друзья я не копаю грядки я их рыхлю и вот такая система грядочек вот отделанная досками она настолько для меня удобно и хороша что сокращает просто колоссальное количество времени я не обрабатываю никакие междуряди междуряди у меня проложены линокромом это такое покрытие для крыши она прочная служит много лет рубероид не укладывайте потому что вы будете разочарованы страшно вы потратите деньги силы и он не простоит у вас даже одного года рубероид не стоит ни на крыше не на земле теперь вот такая вот вот такое качество теперь дорогие мои друзья значит отделанные грядочки вот это дерево я обязательно обрабатываю обрабатываю его пинатексом акватексом здоровый дом пропитка в общем все что у меня есть в настоящее время значит пропитка для дерева от грибов и гнили пропитав вот эти доски они стоят очень долго вот эти темные доски которые значит стоят вот например следующая грядочка такая доска стоит уже 15 лет конечно же она распадается конечно же существуют такие тем более в дождливый год и тем более если что-то еще там воды льет нещадно вот да к тому же в замульчированных там всегда влажно поэтому конечно же замене они подлежат но 15 лет это хороший срок согласитесь для дерева если его обработаешь дорогие мои друзья внутри у меня просто почва но которая всегда обогащается сверху органикой жители почвенные все внизу тащат сами вот поверьте мне им ничего не нужно заделывать не сидора ты ничего а почему не надо заделывать сидора ты я тоже сейчас вам расскажу пойдемте про пройдемся и посмотрим как взошли у меня сидор ты вот например вот в этой теплой грядке здесь зашла горчица здесь значит у меня росла ранее картошечка год был очень сырой и были некоторые экземпляры гнилые поэтому поэтому я посеяла горчицу для того чтобы обеззаразить всю почву смотрите горчица туда корнями во внутрь проникает и она делает вот такие вот как бы такие вот она делает эту почву пористой что ли когда она отмирает то во внутрь и внутри этого корня тоже пробираются микроорганизмы начиная там все выедать а вот это вот пространство от корня становится таким оттоком для воздуха для воды в общем земля становится воздуха и влага проницаемой это самое главное что нужно для почвы чтобы она была воздуха и влага проницаемой они мягкой и пушистой как после перекопки этого земли не нужно в природе такой земли нет понимаете это противо естественно и растение чувствует себя очень хорошо в такой почве не копанной но это вы уже можете сделать вывод из моих вот видео посмотрев на мои растения плохо им или хорошо им вот в такой вот не копанной земле дорогие мои друзья давайте теперь мы с вами поговорим про теплую грядку из чего она состоит теплая грядка это такой деревянный каркас не обязательно деревянный какой угодно у меня вот например деревянный каркас вот представьте себе внутри вот эта пустота до сделан деревянный каркас и борта внутри грядки обязательно делаются чем-то что водонепроницаемо это для того чтобы защитить древесину от распада потому что процессы там идут нешутошные это считайте как компостка внутри вот поэтому там процессы очень горячие процессы очень такие интенсивные проходят дорогие мои друзья отделали вот это все значит по периметру обязательно грядку сцепляют между собой вот такой вот какой-то значит балкой почему потому что если этого не сделать то грядка ваша развалится по обе стороны станет огромной огромной лодкой или кораблем это уже пройденный такой этап поверьте мне и обязательно это сделайте потому что грядка непременно развалится добавляя туда столько органики она не выдержит дерево так не умеет держать дорогие мои друзья и так значит мы сделали каркас мы значит его оберегли вот этим полиэтиленовым чем-то внутри значит мы ее скрепили и на дно мы укладываем очень какую-то грубую грубую растительные остатки например срезанная малина смородина там какие-то кустики срезанные вот то что там например говорят что ему это зараза какая-то там да какая зараза что зараза природа это в кругу одна зараза что ли ерунда какая-то полная микроорганизмы со всем этим справиться и никакой заразы все что было заразой станет все конфетой и так мои дорогие друзья на дно укладываем очень грубое что-то вот эти срезанные они необходимы для дренажа чтобы там значит оставался какой-то воздух чтобы там излишняя влага пролетала туда значит дальше мы накладываем вот все что дуну просто у вас есть срезанные флоксы пионы срезанные какие-то вот растительные там остатки все это сдабриваем то есть перекладываем компост на компостом или землей для того чтобы но небольшим слоем просто присыпать слегка потому что мы как бы посеваем туда вот эту почвенную бактерию которая собственно говоря и будет это все перерабатывать поначалу если вы еще как бы не занимаетесь природным земледелием если нет у вас компоста то просто можете проливать это все байкалом м препаратом вот и вновь накладываете срезанные сухие какие-то ветки все что пища отходы все туда все туда вскошенную траву но не забывайте соблюдать вот этот принцип где нужно сырую вот эту траву зеленую там вот пища отходы и обязательно нужно перемешивать вот с таким с чем-то сухим листовой опад сухой скушенная трава сухая сена чтобы там была и зеленая и коричневая трава потому что процессы будут проходить правильные и не вонючие ну вот такие знаете не будет вот этого гниения от сырой вот такой вот зеленой органики и так мои дорогие друзья вот все опять опять перекладываем землей опять растительным набираем набираем это все и если вам нужно сверху сажать уже то нужно засыпать слоем хотя бы 10 сантиметров земли для того чтобы посеять туда вот это вот растеница а если вам ничего не нужно там сажать то можно просто закрыть это все нетканым материалом или полиэтиленом что у вас есть для того чтобы быстрее прошел процесс созревания дорогие мои друзья не забывайте о том что в первый год ваша грядка осядет почти в два раза на на второй год на одну треть поэтому все это туда я потом еще и добавляю в виде мульчи и в виде каких-то вот опять срезанных растительных остатков по осени под зиму ну чтобы там они остались в зиму и перерабатывались и вот мои хорошие друзья такая служит эта грядка очень много лет конечно там никакой лопаты там не бывает воткнутой внутри внутри вот в этой грядке значит находится вот такая вот земля там работают вот видите червячки работают малыши карандаши земля очень рассыпчатая она всегда готова значит к работе и никаких здесь нету проявлений кислостей кстати значит ирина маркова из ярославля задает мне такой вопрос маша под мульчи закислилась у меня вся земли подождите как она сказала маша под мульчи вырос мог что делать я и задала вопрос пахали ли вы землю в она мне не ответила но полагаю что пахали потому что она спросила и что теперь делать по всей видимости пахали понимаете если не отказаться от перекопки если землю перекапывать то мульчирование фактически в сырой год только еще и приносит вред понимаете потому что значит земля вода непроницаемая воздуха непроницаемая там дохлое тесто да еще на это дохлое тесто наваляли вот этой вот значит значит мульчика то под которой все вот это кислится и приед понимаете процессы эти неправильные и что ей нужно в этом случае делать убирать мульчу и раскислять польки почву а как раскислять почву можно посмотреть на моем канале которое называется кислотность почвы видео называется кислотность почвы и так мои дорогие друзья значит может конечно мульча сработать на некопанной земле но только в не сырой дождь когда условия сложится хорошие а вот значит природном земледелии при отказе от перекопки это все происходит в любой год ну да в сырой год немножко мы страдаем но ничего страшного не так сильно как скажем в традиционном земледелии нет у нас таких застоев воды их не бывает потому что земля по своим каналам уносит землю уносит эту воду просто в такие глубины и в такие дали что вам и не снилось а когда засуха то она из этих глубин и далее поднимает эту воду только одним известным есть способом это таинство в которое нам вообще товарищи не понять никогда вот ну есть конечно же объяснение но не будем мы сейчас вот это говорит огурчики можно посмотреть видео на моем канале которая называется посадка и уход за огурцами в природном земледелии вот на таком сооружении который муж сделал по моему проекту дорогие мои друзья плетутся огурчики по сетке вот на таком корабле вот все это растет дорогие мои друзья ну и конечно же в теплице томатные вот эти вот грядочки они у меня не высокие не теплые грядки а совершенно что самые что ни на есть обыкновение образом я значит вот эту землю оздоравливаю я значит когда убираю урожай мульчу проливая фитоспорином а иногда если были что-то хоть какие-то намеки были на заболевание то селья есть очень густо горчицу белую горчица белая производит такой севооборот она обеззараживает почву и значит уничтожает вот эти все заболевания которые как хоть хоть каким-то образом значит могли даже если мне показалось понимаете я это сделаю не то чтобы там что-то было а уж если что-то было такая уж это сто процентов сею полностью все засеваю горчицы и густо-густо горчицу я в грядке не заделываю я оставляю ее в почве потому что корни уходя туда вовнутрь делают почву рыхлой и проникают глубоко значит вот эти все эфирные масла и отпугивают вредителей томатных и отпугивают все эти болезни томатные поэтому значит сидераты я не перекапываю вообще о перекопке речи не идет никогда дорогие мои друзья так чем же я мульчирую почву значит в огороде скошенной газонной травой у меня очень большие площади газонные значит вот там большой такой сад и значит покос газона не прекращается просто все лето стоят у меня такие приехали вагоны с мульчей я очень люблю когда в мульче есть вот такие сухие листики я вам уже говорила что мне нравится когда вот это вот мульча замешана вот такая вот и сухое и зеленое вот поэтому вот стоят уже стоит мульча и ждет когда же вот я уберу вот эту вот клубничку рассадную клубничку подрыхлю и замульчирую ее густо-густо на зиму дорогие мои друзья если это видео вам понравилось если оно было для вас полезно то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное земледелие да и про жизнь за городом вообще берегите себя всем любви и счастья пока пока